Мэри Ли. Пепел. Книга вторая. Крест. Глава первая. Майкл. Я почувствовал их сразу. Отряд людей из лаборатории и не мёртвых. Они шли на нас с двух сторон. До дома нам не добраться, мы просто не успеем. Показываю Брэдди и Джей остановиться и достать оружие. По лицу девушки вижу, она поняла. Дело плохо. Её глаза расширились от ужаса, а рука с пистолетом еле заметно дрожит. Прикрываю глаза и облокачиваюсь от дерева. Чёртова рана даёт о себе знать. Ничего, скоро заживёт. Как бы это глупо не звучало, но спасибо за это тварям, что истребляет человечество. Ускоренное заживление ран, отменный слух. Это мне от них досталось. Но взамен, когда я был ребёнком, они забрали у меня семью. Всё нормально. Я и не в такие передряги попадал. Открываю глаза и смотрю на Джей. На счёт пять бежишь в сторону дома. Говорю тихо. Но понимаю, не мёртвый уже настолько близко, что слышит каждое моё слово. Для полноты картины осталось пригласить преследователей с бункера. Загибаю пальцы и не свожу взгляда с Джей. Если она меня и в этот раз не послушает, клянусь, я её придушу собственными руками. Загибаю последний палец и одними губами произношу «Беги». Поднимаю пистолет вверх и звук выстрела оглушает. Джей срывается с места и бежит. На душе становится спокойней. До последнего не был уверен, что она послушает. Было проще, когда она меня опасалась. Рой позаботится о ней. Я это обсудил с ним до похода. Доставит в крест. Проследит за ней. «Майкл?» — голос Бредди выводит меня из раздумий. «Залезай на дерево, быстро!» — отвечаю ему. «Лучшее качество этого парня — он не задаёт лишних вопросов. Худшее — он некомандный игрок. Если у него будет более выгодный вариант, Бредди, не задумываясь, перейдёт на другую сторону. Не проходят и минуты, а мы уже разместились на двух огромных деревьях в паре метров друг от друга. Даю знак молчать и прислушиваюсь. С двух сторон бегут. Осталось подождать». Спустя несколько ударов сердца, на небольшой поляне, откуда я произвёл выстрел, разворачивается кровавая бойня. Люди из лаборатории против немёртвых. Живые отстреливаются как могут, но это пустая отрата сил. Немёртвые сильнее, быстрее. Они не чувствуют страха и боли. Только пуля в лоб может остановить это чудовище от нападения. Больше ничего. На смену выстрелам и крикам приходят тишина и мерзкие звуки поедания человеческой плоти. Это далеко не первый раз, когда я стал свидетелем такой картины. Но это не меняет того, что и она отпечатается в памяти навсегда. Это невозможно забыть или начать относиться к этому как к обыденности. В голове всплывает образ женщины, что воспитала меня. Она могла стать одной из них. Практически стала. В наш последний разговор она просила меня о двух вещах. Дай мне нож и уходи из этого города. И я выполнил обе просьбы. Самое ужасное чувство, что поедает меня изнутри и выворачивает наизнанку всё самое тёмное во мне, это знать, что я бессилен. Я больше сделать ничего не мог. Она превращалась, мы оба это понимали. Вот только у неё оказалось больше смелости. Мэгги смогла закончить это. Сделать последний шаг. Твари под деревьями осталось двенадцать. Знаками показываю Брэдди приготовиться к отстрелу оставшихся. Но замираю. Твою мать. Джей с пистолетом в руках, вся в слезах, приближается к поляне с кучей немёртвых. Следом бежит Стейси. Они останавливаются, и Стейси ловит мой взгляд. Тем временем Джей поднимает пистолет и целится в немёртвого, что стоит по центру и поедает какого-то бедолагу. Стейси пытается помешать ей, но поздно. Щелчок предохранителя, и вся орда тварей как по команде останавливается и поворачивается на источник шума. Выстрел. Он пробивает твари глаз, и её тело падает. Выстрел. Второе тело валится на землю, и серая лава в секунду сметает Джей. Стейси отбегает назад и отстреливается, удаляясь вглубь леса. Я и Брэдди разряжаем обойму за обоймой из деревьев. Этого недостаточно. Спрыгиваю вниз и падаю на колени. Рана не позволяет мне двигаться настолько быстро. Они давят её. Крик Джей разносится по округе и разрывает мне сердце. Идиотка. Зачем вернулась? Щёлк, щёлк, щёлк. Её патроны закончились. Тварь хватает Джейс за голову и бьёт о землю несколько раз. Злость поднимается во мне и заполняет собой каждую клетку моего тела. Ещё немного, и я достану её, дотянусь, вытащу из этого места. Автоматная очередь сметает половину не мёртвых. Это Рой и Сэм вернулись за нами. Раскидываю тварей, бью ножом одному в висок, другому практически отделяю голову от тела. Но до Джей добраться не могу. Больше не слышу её сопротивления. Нет криков, нет слёз. Нет, твою мать, этого не может быть. Она живучая. Она сильная, я не разрешал ей умирать. Отшвыриваю последнего, что сидел на Джей. Брэдди добивает его. Всё, мы победили. Но какой ценой? Тишина. Запах смрада и пороха пропитывает собой всё вокруг и въедается в кожу. Смотрю на окровавленное тело девчонки, что до невозможности нервировало меня. Она дышит. Я вижу, как поднимается и опускается её грудная клетка. Но это ничего не значит. У неё раны на ногах и руках они кровоточат. Джей без сознания. И, возможно, в следующий раз, когда она откроет глаза, они больше не будут зелёного цвета. Её укусили? Голос Роя выводит меня из равновесия. Я срываюсь. Какого чёрта она вернулась? Ты должен был позаботиться? Подлетаю к нему и хватаю за грудки, толкаю в сторону дерева. Прекрати. Она как ненормальная побежала обратно. Её бы никто не остановил. Кричит Стэйси и держит мою руку. Я резко отпускаю Роя. Разворачиваюсь и возвращаюсь к телу Джей. Опускаюсь на колени возле неё и вглядываюсь в лицо. Мы должны это сделать. Брэдди опускается рядом со мной и нежно смахивает с её лица прядь волос. Ты сам говорил. Такие правила. Убери руки. Отпихиваю его и поднимаю на руки драгоценную ношу. Иду в сторону дома в тишине. В голове всплывает первая встреча с ней. Я был на ринге, когда увидел её. Джей разговаривала с Сэм и Роем. На её лице чётко был написан страх перед боем. Но она осталась. Не сдалась, не струсила, не ушла. Следующая встреча. В палате после боя. Она была как новорождённый котёнок. Бесполезная и слабая, но гордая и не сломленная. После прочтения письма она была раздавлена и убита горем, но не показывала этого. В комнате Сэма она сражалась со мной. За свою свободу, за жизнь. Она была готова на всё. При выходе из подземелья ей было страшно, но и здесь она не повернула назад. Она оставалась одна в лесу, испытала адскую боль у столба в чёрной пантере и ни разу не пожаловалась, не сказала о том, как ей тяжело или больно. Ничего из этого не заставила её сбиться со своего пути. Только её мама. Это был единственный раз. Она хотела бросить всё и идти за ней. Если честно, я восхищаюсь этой сумасбродной девчонкой. Какой бы хрупкой она ни казалась, в душе она боец. Зачем она вернулась? Этот вопрос я задам ей, когда она придёт в себя. А она придёт. У неё нет выбора. Сэм открывает дверь, и я вхожу в дом. Поднимаюсь по лестнице и уношу Джей в свою комнату. Опускаю её на матрас. Сэм зову я, и она возникает тут же рядом со мной. Её нужно переодеть и проверить на наличие переломов и укусов. Я буду за дверью. Ты тоже ранен? Показывает на меня и хмурят брови. Это подождёт. Сначала она. Опускаю безжизненную руку и встаю. Бросаю на девушку последний взгляд. Ухожу. Сажусь на пол за дверью и сжимаю переносицу пальцами. Если её укусили, я должен буду... Не грусти, Ромео. Поверь мне. Такие, как она, не умирают. Стэси садится рядом и вздыхает. Знаешь, после сегодняшнего дня она стала бесить меня чуточку меньше. Не отвечаю. Смотрю на противоположную стену и думаю лишь о том, что я не смогу выстрелить Джей в голову, даже если она перестанет быть собой. Прежде у меня не было и мысли о том, чтобы нарушить это правило. Ни разу. А если тебя действительно интересует вопрос, почему она вернулась? Вот тебе ответ. Из-за тебя. Она кричала, просила помочь тебе, но Рой хотел уехать. Поэтому она побежала обратно. Замолкает и поворачивается в мою сторону. Её взгляд прожигает меня, и я заставляю себя повернуться лицом к Стэси. Она пристально смотрит мне в глаза. Она хотела отомстить за тебя. Кому? Это не важно. Кому угодно. На этих словах она поднимается и уходит. А я так и остаюсь сидеть и обдумывать её слова.